Ребята, всем привет! В этом видео я хотел бы вам показать, как установить Google Аутентификатор на свою страницу в Одноклассниках и тем самым защитить свою страницу от взлома. Для начала вам нужно установить Google Аутентификатор к себе в смартфон. Сейчас я покажу вам, как это делается в смартфоне на базе Android. Итак, заходим в Google Play, дальше в поиске набираем Google Аутентификатор или Аутентификатор Google, неважно. И вот в результатах вы увидите вот этот поисковый запрос. Жмем и откроется страница, где вы сейчас будете устанавливать Google Аутентификатор. У меня уже кнопка «Открыть» высвечивается, так как приложение установлено. У вас этого приложения нет, поэтому у вас будет кнопка «Установить». Нажмете и установите это приложение к себе в смартфон. Теперь настало время зайти на свою страницу в Одноклассниках, показывая, как это сделать через компьютерную версию. На мой взгляд, через компьютер намного удобнее и быстрее это делать. Итак, зашли на свою страницу и на вашей странице находим кнопку с названием «Настройки». Вот она вот так вот выглядит, шестеренка и слово «Настройки». Жмем на нее. И на следующей странице, которая называется «Основное», вам нужно обратить внимание на «Двойная защита». Вот он этот раздел. И в этом разделе вам нужно нажать на текст «Подключить генератор кодов». Жмем. Откроется вот такая вот страница, на которой вы увидите вот этот вот QR-код. Его сейчас нужно сосканировать при помощи приложения Google Аутентификатор. В своем смартфоне на рабочем столе находим ярлык «Аутентификатор». Вот так вот он выглядит и заходим в это приложение. Вот так вот оно выглядит. У меня уже установлена защита на несколько аккаунтов различных. Здесь вам сейчас нужно нажать на вот этот вот кружочек с крестиком. Жмем на него. После нажатия появится вот такое вот меню. «Сканировать QR-код» или «Вести ключ настройки». Нажимаем «Сканировать QR-код». Откроется у вас вот такой вот сканер. И при помощи этого сканера вы должны сосканировать вот тот QR-код на вашей странице в «Одноклассниках». И после сканирования в приложении Google Аутентификатор вы увидите вашу страницу в «Одноклассниках». Вот она у меня. И теперь здесь вам нужно запомнить вот этот код. Это одноразовый код. У меня лично этот код 212810. Запоминаем, либо копируем. И вводим его в соответствующее поле. Вот здесь. Дальше жмем кнопку «Подтвердить». Если вы будете проводить активацию через смартфон и приложение «Одноклассники» у вас будет установлено в вашем смартфоне, то, соответственно, отсканировать свой же смартфон этим приложением у вас не получится. Поэтому обратите внимание на вот этот вот секретный ключ. Его нужно будет скопировать. И теперь смотрите внимательно. Когда вы нажимали вот этот вот кружочек с крестиком, и у вас появлялось вот такое вот меню, то вместо сканирования QR-код, так как у вас не получится его сосканировать, вы должны нажать «Вести ключ настройки». И вот этот ключ, который вы скопировали на своей странице на «Одноклассниках», вот сюда вот ведете. Тем самым произойдет сопряжение приложения с вашей страницы. Возвращаемся к активации через компьютер. Итак, ввели код, вот этот одноразовый. И дальше жмем кнопку «Подтвердить». После вы получите сообщение «Генератор кодов настроен». Для входа на сайт используйте одноразовые коды из вашего генератора или код из SMS. Жмем кнопку «Закрыть». Теперь заходим обратно на страницу «Основные». Но в принципе вас должно сюда же и перекинуть. И обращаю внимание, вот антикс, где двойная защита. Генератор кодов подключен. Отлично. То есть вы сейчас подключили еще одну защиту к вашему аккаунту. Помимо первой защиты получения одноразового кода на мобильный номер. Ребята, если вдруг по какой-то причине у вас не подключен ваш мобильный номер к вашей странице на Одноклассниках, обязательно сделайте это. Сейчас вам объясню почему. У вас будет двойная защита. То есть давайте эту страницу сейчас разделим на две части. Значит, первая защита – это блок подключения по номеру телефона. То есть подключаете номер телефона дальше. При входе на вашу страницу в SMS-сообщении вы получите одноразовый код, который вы ведете в соответствующем поле и зайдете на свою страницу на Одноклассниках. Но бывают такие ситуации в жизни, когда нет доступа, к примеру, к номеру, нет сети. Сим-карта заблокирована. Что-то произошло, в общем, с вашим номером. Тогда, смотрите, вам поможет двойная защита. То есть вот двойная защита Google Аутентификатор. Вместо получения одноразового SMS на ваш номер, вы можете зайти в Google Аутентификатор ваше приложение и получить тот же одноразовый код, который вы ведете вместо SMS-сообщения, если по какой-то причине у вас не будет доступа к вашему номеру телефона. Вообще, в классном таком варианте сделать что? Нужно вам Google Аутентификатор установить на совсем другом устройстве, то есть на другом смартфоне. Ну, к примеру, у меня два смартфона. На одном смартфоне установлены одноклассники, на втором смартфоне будет Google Аутентификатор. Для чего? Ну, смотрите, если вдруг я телефон потеряю там, где установлены одноклассники, то, соответственно, временно у меня не будет доступа к получению SMS-сообщения на мой номер, так как я телефон потерял, к примеру, с сим-картой вместе. Но мне нужно будет зайти на свою страницу. Соответственно, я возьму другой номер телефона, точнее, другой телефон, другое устройство, и зайду в Google Аутентификатор, который мне сгенерирует одноразовый код, и, соответственно, я зайду на свою страницу. Поэтому имейте в виду, лучше всего установить Google Аутентификатор на другом устройстве. Желательно на устройстве, с которым вы не выходите на улицу. То есть, у вас, допустим, смартфон, находится дома какой-нибудь старенький, который поддерживает установку приложений. Вот туда установили, и все. Телефон лежит в квартире, либо в доме, вы его 100% не потеряете. Поэтому от меня вот такой вот лайфхак. А также, ребята, не забудьте, конечно же, указать резервный адрес электронной почты. Обязательно настройте. Ребята, обратите еще внимание на очень важный момент. Итак, на вашей странице должны быть указаны ваши реальные данные, то есть, ваш реальный FIO. Дальше. На вашей странице должна быть хотя бы одна ваша реальная фотография. Если вы не хотите ее выставлять в профиле на главное, то хотя бы в фотоальбом поместите 2-3 фотографии именно ваши, там, где будет отображено ваше лицо. Также должен быть указан реальный адрес, то есть, реальное место жительства ваше. Для чего это нужно? Ну, в случае, если вы будете обращаться в поддержку, и какие-то у вас моменты произойдут по входу на вашу страницу, не сможете войти по какой-то причине, то поддержка вправе затребовать ваши данные реальные. То есть, возможно, попросят сфотографироваться с вашим паспортом и так далее. И должно быть соответствие. Данные в паспорте должны соответствовать данным вашей страницы. А также должны быть фотографии, фотоальбомы, 2-3 фотографии, чтобы поддержка убедилась хотя бы, что это ваша страница и предоставила вам доступ, пошла к вам навстречу. Почему? Потому что поддержка не знает, кто, возможно, обращается либо хозяин страницы, либо хозяйка, либо какой-то мошенник, который пытается взломать страницу. Поэтому у поддержки могут возникать различные вопросы. И у вас должны быть на них ответы. И всегда обязательно вот эти все данные, которые вы указываете, где-то их сохраняйте, чтобы никогда вы не потеряли свой пароль, чтобы вы понимали, на какой номер зарегистрирована ваша страница, какой ID у вашей страницы. Вот видите, ссылка на профиль. Вот здесь вот ID вашей страницы. Обязательно его запишите. Обязательно запишите, на какую почту привязана страница. А также, ребята, чуть не забыл, если вы меня сейчас до конца досмотрели, то обратите внимание вот на что. Когда у вас двойная защита включена, то обязательно распечатайте вот эти вот резервные коды. Обязательно. Они также вводятся вместо SMS-сообщения. Если у вас не будет доступа к Google Аутентификатору, если у вас не будет доступа к номеру телефона, то вы всегда сможете ввести резервные коды. Они выдаются в количестве 10 штук. Когда заканчиваются резервные коды, остается там, допустим, последний код. Не тяните до конца, а возьмите, распечатайте новые резервные коды. Это можно сделать в личном кабинете. И куда-то их сохраните. Обязательно не забудьте за резервные коды. Ребята, надеюсь, все доступно и понятно объяснилось. Если какие-то вопросы у вас возникают, задавайте, не стесняйтесь. Канал у меня по компьютерной тематике. Если что-то произошло с вашим компьютером, ноутбуком, планшетом, не знаете, как работать с социальными сетями, как настроить ту или иную защиту, задавайте свой вопрос, не стесняйтесь. Вот раздел о канале, заходите. Либо пишите мне в социальные сети ссылочки в разделе о канале, либо оставляйте свой комментарий. Ребята, вот недавно произошла очень интересная ситуация у моего подписчика. Компьютер у него пищал много раз повторяющимися сигналами. Он связался со мной через мою группу ВКонтакте, отснял видеоролик с этой проблемой. Я его посмотрел, дал ему удаленно рекомендации, он их выполнил и удаленно починил свой компьютер без определенных знаний. Тем самым он сэкономил свое время, не отвозил свой компьютер в сервисный центр, а также и деньги сэкономил, так как диагностика везде платная. Оставляю вам ссылку на мой Яндекс.Дзен. Как вы уже знаете, что Дзен это альтернатива Ютубу. В мире происходят очень хорошие ситуации, и Ютуб могут в скором времени просто-напросто заблокировать. Поэтому, на всякий случай, подписывайтесь и в Ютуб, пока он существует, и в Дзен подпишитесь. Ссылка будет в описании, чтобы не терять со мной связь. Ребята, если что-то происходит, задавайте свой вопрос, пишите, я вам помогу удаленно. А также я хотел бы вас попросить подписаться в очень классные группы ВКонтакте, где вы сможете забронировать жилье на море без посредников в Крыму, либо в Краснодарском крае. Объявление размещают только владельцы жилья. Агентам недвижимости и посредников нет. Поэтому подписывайтесь, и спокойно бронируйте жилье у владельцев жилья. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.